Как обманывают водители и работники СТО? Что делать, если увеличился расход топлива в машине и появились посторонние звуки в выхлопной системе? На какую реальную поломку указывают эти признаки? И как вовремя распознать неисправность и не попасть на дорогостоящий ремонт двигателя? 60 секунд. Столько времени понадобилось этим бандитам из США, чтобы срезать с машины каталитический нейтрализатор. В России тоже часто воруют эту деталь. Все потому, что делают ее из керамики и железа, но сверху покрывают родием, палладием и платиной. Эти металлы стоят в три раза дороже золота. Катализатор или каталитический конвертер, он служит для того, чтобы нейтрализовать выхлопные газы, в которых содержатся недогоревшие углеводороды, НО, СН, СО. Драгметаллы ускоряют процесс очищения выхлопных газов. Но со временем напыление выгорает. Срок службы родного катализатора примерно 150 тысяч километров пробега. Но деталь может выйти из строя и раньше. Например, треснуть, если машина на скорости попадет в ямку или налетит на кочку. Еще катализатор может оплавиться, если заправлять автомобиль некачественным топливом. Когда катализатор разрушился, и тогда вы можете почувствовать из выхлопной трубы более едкий запах. Также, помимо этого, вы можете услышать посторонние звуки в выхлопной системе. Чек-энжин обязательно загорится у вас. Но бывает, что катализатор в норме, просто забился остатками масла. В этом случае сигнальная лампочка может и не загореться. Но расход топлива увеличится, а водитель почувствует снижение тяги в двигателе. Это говорит об образовавшейся пробке в выхлопной системе и то, что двигателю сложнее выбрасывать отработанные выхлопные газы. Заметили эти признаки? Срочно отправляйтесь в автосервис. Но наш эксперт предупреждает. Недобросовестный мастер может и обмануть, вырезать исправный катализатор, чтобы сдать его в пункт приема драгоценных металлов. Поэтому на диагностике лучше присутствовать лично и знать, как отличить сломанную деталь от рабочей. Изначально необходимо залезть сканером, посмотреть на наличие ошибки по катализатору. Также можно посмотреть эндоскопом, открутив первую лямбу, на то, какая первая поверхность катализатора, на которой приходится пневмоудар от двигателя. Если она в хорошем состоянии, то это означает, что катализатор, вероятнее всего, живой. На примере этого катализатора видно то, что поверхность уже отгорела. Вы видите вмятина, пониженную проходимость. Ездить с неисправным катализатором нельзя. Иначе это приведет к поломке двигателя. Его замена обойдется минимум в 150 тысяч рублей. Грубо говоря, в системе образуется пробка, двигатель задушенный. Он как забитый пылесос, который очень плохо работает. Он может перегреться, и это приведет к печальным последствиям. Если каталитический нейтрализатор все-таки вышел из строя, лучше всего заменить его на оригинальный. Правда, стоит он очень дорого. В среднем от 60 тысяч рублей за штуку. Помимо того, что катализаторы оригинальные стоят дорого, сейчас на зарубежные автомобили их не найдешь. Вместо оригинальной запчасти можно поставить универсальный катализатор, который подойдет к любой модели автомобиля. Стоит он дешевле, но хуже фильтрует выхлопы и прослужит в два раза меньше. Если мы берем универсальный катализатор, то цена ремонта исходит из того, сколько катализаторов на машине. Но за один универсальный катализатор в среднем цена с установкой около 25-30 тысяч. Цена на универсальный катализатор тоже немаленькая. Но ездить совсем без этой запчасти нельзя. Дело в том, что она не только очищает выхлопные газы, но и снижает их температуру больше, чем на 100 градусов. Без этого выхлопная система попросту прогорит. Поэтому вместо катализатора многие водители устанавливают пламя-гаситель. В автосервисе такая услуга обойдется примерно в 10 тысяч рублей. Пламя-гаситель – это вот такой вот бочоночек. Он прямоточный, внутри перфорация и термостойкая набивка. Сам он из нержавеющей стали. Ставится для того, чтобы прежде всего снизить звуки, которые издает пустой коллектор. И чуть снизить температуру и снизить нагрузку на последующие элементы выхлопной системе. Кроме пламя-гасителя нужно поставить еще деталь-обманку. Она путает показания датчика кислорода. Электронная система считает, что катализатор на месте и не выдает ошибку. Она выглядит как металлическая проставка, такой болт. И также в ней содержится, если посмотреть на сетку, внутри здесь есть керамическая составляющая, которая есть в самом катализаторе. Вот таким образом нехитрым русские люди научились обманывать зарубежный автопром. Минус этого способа в том, что при установке пламя-гасителя выхлопные газы никак не очищаются. Если уровень вредных выбросов не соответствует норме, техосмотр уже не пройти. Кроме того, водителя могут оштрафовать за самовольную переделку автомобиля. Что же делать? Лучше всего позаботиться о катализаторе заранее. Чтобы продлить срок его службы, заправляйте машину только качественным топливом. Не добавляйте сомнительные присадки и старайтесь не гонять по бездорожью.